Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова 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 Рятошка. Рятошечка, ты как? Рятоша? Я еще нить его пить. Рято, Оля. Девочка моя. Я ей говорю, и что, конец света теперь? Жили как-то до этого, дальше проживем, а она вон. Я понимаю, тебе тяжело, но нужно как-то перестроиться. Думать о чем-то позитивном, хорошем. Хочешь, мы перестановку сделаем? Или ремонт? Мебель новую купим, красивую, свежую. А? Или работу тебе поищем, Рятоша. Она что, все время вот так? Да, две недели уже. Как врачи сказали, что у вас ссыка ничего не выйдет. Как будто в себя ушла и все. Сейчас хорошо, что не плачет. Диме, я не знаю, хорошо ли это. Ты в Германии показывала ее психологу или этому психиатру? Показывал. Ну, сказали, что депрессия, все. У тебя лекарства выписали. Видишь? Вот. Какой список? Слушай, это что, все есть? Ну, да. Списочек не слабый, но сказали, должно помочь. Вот. Молодец, Гайская. Хоть и дура. Сишку дашь? Я за мобилу последнего бабло отдала. Перебьешься. Скажи спасибо, что я тебя не прибила и не покалечила. Ты меня с потрохами спалила из-за этой с***ки, Гатьки. До конца своих дней не расплатишься. Здесь же просто... Да рот закрой, когда старшие разговаривают. И запомни. Скажу, не курить, курить не будешь. Скажу, не жрать, жрать не будешь. Ты у меня в рабстве теперь, поняла? Лошу и хорстань. Мне позвонить надо. Ну, ты, конечно, меня зажал. Так ты сам все время подставляешься. Третий раз уже. Решито, а не оборона. Тайчик. Привет, малая. Наконец-то мы на связи. Ну, как ты там? Я тоже скучаю. Ну, видишь, нам все не слава богу. Засада какая-то. Так, котенок, послушай. Обещают, скоро мы будем вместе. Шугаева! На свиданку! Ой, кажется, меня спалили. Давай потом наберу. Тайчик, тайчик, тайчик. Тайечка. Гля, народ! А Белый у нас, оказывается, романтик. Такие серенады поет. Скучаю. Обнимаю. Да ты, дядя, вообще берега попутал. Я, я же пошутил. Белый, я же пошутил. Белый. Я пошутил. Белый. Охрана! 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 Прекратите сейчас. Принимайте. Начальник. Как же это так, Егор Ильич? О чужих людей узнаю, что вы планируете. Дворец, брак, сочетание. Нам ничего не говорите. Или вы забыли, кто лучший застройщик в городе? Ну, Ирин, поймите, мне все сложнее добиваться решений в вашу пользу. Я хочу напомнить, что подряд определяется голосованием комиссии. А вот как раз по поводу комиссии. Было бы хорошо мне, как опытному эксперту, войти в члены комиссии. Это бы решило очень много вопросов. Не я туда людей назначаю. Не надо наглеть, Марина Александровна. Я и так стараюсь для вас, как могу. Не вы. Ну, тогда и говорить не о чем. Надеюсь, комиссия примет правильное решение, как всегда. Все? Хорошего дня, Егор Ильич. Когда это все закончится, черт бы ее побрал. Свободен. Белый, я тебя сколько раз просил, не чуде. Там дело чести, начальник. Считай, что самооборона. Ты дошутишься. Думаешь, если тебя крышует, все с рук сойдет? Так может не сойти, я не всесильный. Если тот дрыщ на больничке помрет, вопросы мне будут. Виноват, начальник. Но он дебил. Сам под руку подлез. Рука у меня тяжелая. Так вот сделай так, что в ближайшее время по твою руку никто не лез. Кредит доверия на дне. Вы же знаете, концерн Гаршиной работает качественно и в срок. Нет, ну, Егор Ильич. При всем уважении, это переходит все границы. У Гаршиной что? Но на поле на застройку города, да в народе уже анекдоты начинают ходить. Так что мы теперь с вами анекдотами будем руководствоваться в приятии решений? Хорошо, не анекдоты. Но в новостях нас постоянно прокатывают. Кумовство, круговая порука, передать строительство Гаршиной, это снова нарываться на проблемы. Это же не ЖК какой-то на окраине, а дворец бракосочетаний в самом центре столицы. Вот. Вот поэтому я и считаю своим долгом поручить это дело надежной компании. А мы считаем своим долгом указать вам на последствия и риски. Егор Ильич, при всем нашем уважении, вы нарываетесь на скандал с антимонопольным комитетом. Салют. Привет. Угадай, какая у меня новость? Надеюсь, хорошая. Блин, малыш, зачем ты эту гадость ешь? Ну тебе такое нельзя. Захотелось просто ужасно. Ну так что, догадываешься? Ты себе что-то новое купила? Фу, какой ты скучный. Я была на плановом узе, у меня будет девочка. У меня будет дочь, ты представляешь? Ясно. Поздравляю. Ясно, понятно. Это твоя реакция? Тебе что, по барабану, что ли? Малыш, во-первых, не заводись. Во-вторых, не надо кричать при Кате. При Кате? Ты думаешь, ты бы ей понравился? Посмотри во, что ты превратился. Забил на все, даже на работу. Катя, он тебе нравится? С кровати встань и конкретно скажи, чего ты от меня хочешь. Что там, Рита? Так понимаю, не совзвали спуститься к нам? Я же тебе говорила, она почти не встает. Слушай, может ты попробуешь пойти ее растормошить? Ну, я попробовала бы растормошить. Ну, не знаю, как это делать с человеком, который смотрит в одну точку и молчит. Хорошо, хоть я мастера маникюра, нормально. Вот любишь ты, Маришка, казаться циничной. А я знаю, что ты в глубине души не такая. А при чем здесь цинизм? Знаешь, как сложно найти мастера маникюра? Какой маникюр? Она о себе с трудом заботится. Да подожди ты. Мариша, по поводу моей просьбы. Поможешь с работой? Я постараюсь, но я не знаю, что тебе предложить. Я подумаю. Спасибо. Ладно, пойду Ритке лекарства дам. Давай, Диночка. Маришка. Ладно, мне пора. Я проведу тебя. Это что, Таня? Покажи. Таня, покажи. Ты с ним переписываешься? Да. Прекрасная женщина не бросила в тяжелый момент. Приехать, навестить Стаса. Я знаю. Он натворил, много делил. Но меня жаль его. От него все отвернулись. Он одинокий. Если это лучик радости для него, но мне не жаль написать человеку пару строк. Да не есть люди, которые не заслуживают жалости. Я надеюсь, ты не собралась к нему ехать? Мариш, у меня все под контролем. Я вижу. Ну, провожай. Нет никакого смысла в том, что я тебе читаю, да? И вообще, во всем, что я делаю, нет смысла. Ну, моргни ты хотя бы. Рукой пошевели. Катя! Ты же слышишь меня, Катя? Прости, прости, прости. Я дурак. Да, конечно, тебе хуже, чем всем нам. А может быть, вообще мне нужно было дать согласие на то, чтобы тебя отключили. И чтобы ты больше так не мучилась. Игорь, привет. Привет. Что с тобой? Что-то случилось? Врач что-то говорил? Нет, все как обычно. Знаете, Елизавета Петровна, я сегодня поеду домой переночую. Давно не было. Ну да, конечно, езжай, отдохни. Ну, как там сосед мой? Очухался? Не очухался. Скончался в больницу. От приступа. Так что готовься встречать нового соседа. Завтра приведут. А Белый его теперь куда? А ты, я смотрю, скучал. Надеялся, что мне срок накинут и подальше переведут? Греб тебе. Мы тут с тобой до последнего кантоваться будем. Уважаемый, повторите. Греб тебе. Греб тебе. Просто громко. Папа? Который сейчас? Господи, Игорь. Катя очнулась. Что? Когда? Под утро. Я проснулась, она лежит с открытыми глазами. Где она? Ее увезли на МРТ. Тут все врачи собрались, ты бы видел. Сказали, что никто уже не ждал. Мы ждали. Я ждал. Ну что, Марина Александровна, мне все-таки удалось решить вопрос с дворцом бракосочетаний в вашу пользу. Хотя сами понимаете, что это было непросто. Я ни секунду не сомневалась в вашем авторитете, Егор Ильич. Документы еще на подписании у комиссии. Через пару дней приезжайте за официальным решением. А сейчас, простите, очень плотный график. Да, конечно, не буду вас задерживать. До встречи. До свидания. До свидания, Марина Александровна. Да, Егор Ильич. Вызови мне Ивану. Быстро. Привет. Привет. Тебя что, били? А, да я это... в дверь не вписался. Я тебе там передачу привезла. Говорят, в таких случаях положено. Спасибо. Ты единственная, кто не отвернулся. Даже не надеялся, что ты приедешь. Стас, я прошу тебя, прости меня за откровенность, но я приехала просто из человеческого сострадания. Не больше. Пожалуйста, никаких иллюзий. Извини меня за прямоту. Я понимаю. В моем положении глупо рассчитывать на что-то большее. А скажи, как думаешь, могло бы у нас что-то выйти, если бы меня не закрыли? Ну, какой смысл сейчас об этом говорить? Ну, я же чувствовал, между нами была химия. Искра. Все шло так хорошо, пока эта с*** начала гадить. Если ты сейчас будешь говорить в таком тоне о моей племяннице, я уйду. Надюша, уходи. Но я все равно тебе скажу. Для твоего же блага ты должна знать. Марина не так проста. Она не просто стерва. Она настоящая преступница. Ты что, когда о дверь ударился и мозг себя отшиб? Если бы ты знала, Танечка, какими мутными делами она ворочает. Я же из-за нее здесь. Понимаешь? Она меня дважды подставила, как пацана. Я не могу тебе все рассказать. Иначе живым отсюда не выйду. Ну поверь, Танечка. Если понадобится, Марина и через тебя переступит. Ни на какое родство не посмотрит. Ладно. Это поручение будет даже приятно выполнять. Вот и хорошо. Но помни, все по привычной схеме. Без самодеятельности. Не вопрос. Я серьезно. Сто процентный несчастный случай. Никакого криминала. Никого со стороны не привлекать. И сама смотри не засветись, как в прошлый раз. Егор Ильич, все ясно. Все сделаю, как надо. На связи. Марина Александровна, вы что-то забыли? Да. Телефон. Пока все обследования имеют прекрасную динамику. Катя очень быстро идет на поправку. Слава Богу. Ну, конечно, функции опорно-двигательной системы еще не восстановились. Речь тоже. Но если динамика хорошая, значит, все вернется. Полное восстановление вполне возможно. К счастью, Катя не так долго была в коме. Поэтому я думаю, что она будет не только говорить и ходить, но и со временем полностью вернется к нормальной жизни. Как же, как же хочется поскорее видеть Катю, обнять ее. Когда к ней будут пускать? Потерпите немножко. Сейчас там у нее все профессора нашей клиники. Очень важно следить за динамикой. А вам я советую сегодня отдохнуть. Двигай! Осторожно, живот! Аккуратно. О, Господи. Так. По-моему, ты нас укачал. Племянницу на карусели покатали. Ну, как там Катя? Ты видел ее? Ну, пока только через стекло. У нее сегодня целый день врачи были. Ну, я думаю, что родители тоже захотят с ней наедине побыть после всего этого ада. Угу. Завтра заеду. Ну, ничего. Теперь все будет хорошо. Слушай, а ей не придется после больницы в тюрьму возвращаться? Я сам об этом беспокоюсь. Но самое главное, чтобы Катя начала говорить. Ее дело пересмотрят, как только она даст показания. Ну, в любом случае, сейчас лечение и реабилитация. Ну, а ты что теперь? Вернешься домой, на работу? Там уже все построили без тебя, наверное. Я вообще-то работал все это время. Да ладно. Ты же из больницы не вылезал. Как раз удобно. В тишине можно сосредоточиться. Я рисовал в уме. Вот я представил, что, если бы я женился. На Кате? Ну да, на Кате. Вот теоретически, как выглядит место, куда я захотел бы привезти свою любимую женщину, родственников, друзей. А потом думаю, а чего теоретически? Взял ноутбук и стал проектировать. Так ты что, ЗАГС нарисовал? Ну, называй это как хочешь, но получилось интересно. У меня даже мысль такая была дурацкая. Думаю, может, проект на государственный конкурс отправить. А чего дурацкая? Отправляй, это же твой шанс. Думаешь? Конечно, подавай. Ну, а с другой стороны, чего я теряю? Пойду посмотрю, не поздно ли еще подать заявку. Тихо-тихо-тихо-тихо. Кто у нас тут такой маленький? Сейчас кушать будет. Ритуля, я дома. И за маму. И за папу. Маленький. Дима. Дима. Что это? Русья. А, это кукла такая. В интернете заказала. Курьер привез, она теперь из рук не выпускает. Даже спала ночью. Ты так спокойно об этом говоришь. Это же ужас. Ужас. Ну, надо срочно что-то делать. Так, давай сейчас и повезем к врачу. Нет, я сейчас не могу. Мне пора. Марина-то наняла к себе охранником. Я не могу опаздывать в первый рабочий день. Давай, присмотри за ней. Понятно. На. Покушал маленький. Теперь пойдем в баньки. Да? Вот так. Вот так. Да, Тань. Марина. Эрития стала хуже. В смысле, стала хуже? Она лекарства принимает? Лекарства не помогают. Послушай сама. Это она так пупсу убаюкивает. Она совершенно не поможет. Она уверена, что это ее маленький живой ребенок. Понимаешь? Какой пупс? Какой сын? Что за бред? Если б ты ее сейчас видела, она ведет себя просто как сумасшедшая. Не прости, не могу говорить. Она занята. Перезвоню позже. Что у тебя? Тебя вызывают на объект. Светка, конечно, странная творится. Может, сама пройдет как-то, а? Угу. Ну, хорошо. Хоть с работы все наладится. Спасибо тебе. Я правда не знаю, от кого тебя защищать, но я буду стараться. Акроавтобус сзади видишь? Да? Они что, нас прижать хотят? Бардачок открой. Маринка, у тебя что, ствол что ли? Тебя что, завалить хотят? Заткнись, открывай окно. Черт. Открыл. Что делать? Стреляй. Что? Когда я скажу стрелять. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Стреляй, если жить хочешь. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Это что, баба, что ли? Маринка, я ее убил? Что делать тебе, Маринка? В полицию звонить нет? Она что-то нас не протаранила. Успокойся, послушай меня. Сдумала, я тебя под обратит душевный наняла. Курить бамбук будешь, как у себя в колонии. Я просто так деньги никому не плачу. Маринка, а что за ствол? Он на тебя зарегистрирован? Он хоть легальный, нет? Не переживай, никто на тебя в полицию не заявит. Она так уже точно не вякнет. Черт. Вот это я вляпался. Нет, ты видала, она чуть не протаранила нас, да? Алло, я на трассе, 15-й километр. Мне нужно в больницу. И машину мою нужно убрать. Это срочно жду. Господи, доченька. Мы уже отчаялись. Я уже все слезы выплакала. Хотя нет, еще немного осталось. Мама, не плачь. Господи, ты заговорила. Катя, смотри, кого я тебе привел. Добрый день, Тагаршина. Соедините меня с Егором Ильичом. Егор Ильич на приеме у президента. Я передам, что вы звонили. Да, спасибо. А ты почему так быстро вернулась? И Дима этот какой-то не в себе. Что-то по дороге случилось? Слишком много вопросов. Марин, ты зачем вообще наняла охранника? Тебе что, кто-то угрожает? Послушай, не твое дело. Кого и зачем я наняла? Знаешь что, Глеб? Пора нам попрощаться. Пиши заявление, я дам хорошие отступные. Ах, вот как ты со мной теперь. Вначале приблизила, чтобы я тебя от следака отмазал. А теперь коленка позад. Знаешь, я ведь в курсе, что ты серьезно замешана в этой истории с зайчиками-тлонисткой. Какие мы догадливые. Вот что я и с фирмой не ногой. Меня с тобой слишком много связывает. Ты еще поймешь, что тебе нужен такой надежный человек и оценишь мою преданность. Знаешь что, Глеб? Мой рабочий день окончен. До завтра. Катюха, ну, тут прям феномен. Вот теперь мы с тобой наговоримся как следует. Лень, давай выйдем на минутку. Мне нужно тебе кое-что сказать. Да потом скажешь. Я бы только к дочери приехал. Ну, что выйдем? Давай, давай. Пойдем. Давай. Давай. Привет. Спасибо тебе. Я правда тебе благодарна за все. Но я не хочу, чтобы ты был здесь. В каком смысле? Почему? Ты все еще злишься на меня? Это не из-за тебя. Мне нельзя с тобой быть. Это я подставила команду перед чемпионатом. Я застрелила мэра. Я зайчика. А ты архитектор. Все не так. Просто уходи. Сейчас мы пеленочку поменяем. Да. Вот так. Вот так. Мой маленький. Все. Хватит, Рита. Все. Я не могу больше на это смотреть. Приди, наконец, в себя. Слышишь? На что ты не можешь смотреть? Вот на то, как ты с этой куклой возишься. Я умоляю тебя. Приди в себя, Рита. Я прошу тебя. Приди в себя, пожалуйста. Мы завтра утром пойдем с тобой к врачу. Ты слышишь? Мы завтра поедем к врачу. Все. Рита. Риточка. Риточка, ты что, слезай? Успокойся, успокойся, Ри. Слезай. Что мне с ребенком делать? Я же готовить не умею. И пеленать не знаю как. Мы пропадем без тебя, Ритосечка. Иди ко мне. Успокойся. Иди ко мне. Иди ко мне. Иди ко мне. Иди ко мне. Риска вообще никакого. Совсем. Никто ничего не обнаружит. Ну, как? Ну, как не обнаружит? Что, испарится, что ли? Можно так сказать. Препарат новейший. Состав почти такой же, как у препаратов для сосудов. Вскрытие ничего не покажет. Ну, отчего она тогда кончается? Давление повысилось. Скажут, что последствия после комы. Нет, Марина, я не могу. Я первая под подозрение попаду. В ординаторской уже заметили, что я беру дополнительные смены и постоянно в палату Горенко захожу. Я поняла. Такая сумма тебя устроит? Ты мотаешь головой. Деньги получишь прямо сегодня. Возьмешь ночное дежурство. Отключишь все камеры наблюдения. Вколешь ей успокоительные. Зачем? Чтобы она уснула. Хотя это ты можешь сделать? Да. Позвонишь мне, когда никого не будет в палате. Не шуми, Рита спит. Так ищу тебе. Не дышать, если она спит. У нас сегодня ЧП было. Я ее в буквальном смысле слова с балконного окна сняла. Она прыгнуть хотела. Вот тяна. Вот тяна. Два часа с ней сидела, пока она не уснула. Слушай, я решила, я завтра же везу ее к психиатру. Все, это уже не депрессия. А что тогда? Не знаю, что-то более серьезное. Ты же виждешь, ей хуже и хуже становится. А что? Где тебя насило? Где ты был? Я тебе звонила раз десять, когда я ее уложила. Ты не отвечаешь на мои звонки? Да блин, нас с Маринкой чуть не кукнули. До сих пор все как в тумане. Блин, как в киллере. Все, нафиг, я спать. Как? Дима. Все потом. Таня, что за бред? Какое убийство? Твой зимбелка, что ли? Он спья на тебя наплел какую-то чушь. Да на нем лица нет, Марина. Он весь издерганный. Он перепуганный. Короче, сам не свой. Ну, значит, ему нужно кодироваться. А Рита... Это наследственность от мамочки нашей. Марина, нет, ну ты совсем уже. Она твоя сестра, все-таки ты могла бы как-то поучаствовать? Как поучаствовать? Я не врач. Больные в больницу. Дай, я перезвоню. После того, как чемпионку по биатлону Катерину Горенко обвинили в употреблении допинга, ее жених Олег Яровой у нас в эфире сообщил о том, что спортсменка убила собственного тренера. Сегодня у нас в студии серый кардинал в этой шокирующей истории Игорь Ставицкий. Игорь, вам слово. Да, спасибо. Ну, вначале я хочу сказать... Простите, а какая камера меня снимает? Говорите на центральную. Я хочу попросить прощения у Кати. За крахом ее спортивной карьеры стою я. Ну, а как именно? Я подкупил ее подругу Юлию Чернову, чтобы та подсыпала ей допинг. Я дал денег ее бывшему жениху, Олегу, чтобы он пришел на вашу передачу. Почему вы это сделали? А я очень тяжело переживал смерть отца. И хотел наказать его убийцу. Ведь папа мне казался самым честным и справедливым человеком на земле. Я очень им гордился. А он оказался монстром. Я очень сожалею о случившемся. Ничего уже не изменить. Но я хочу, чтобы вы знали. Екатерина Горенко невиновна. Вы отдаете себе отчет в том, что вы совершили преступление? Да, конечно. Я готов понести за это наказание. Но почему? Зачем вам это признание понадобилось? Я очень люблю Катю. И для меня самое важное, чтобы она меня простила. Тихо, тихо, тихо. Да, натворил твой Игорь Дил. Знала бы, куда он едет, не пустила бы его на эту дурацкую передачу. Мама, ты в курсе всего? Ну да, он мне все рассказал. И Леня тоже. Ты вообще, он хороший парень. Дурак только. Он так нам помог. А Леню на ноги поставил. Все твое лечение оплатил. Вообще не знаю, что бы мы делали, если бы не он. Ничего бы не делали. Потому что ничего бы этого не произошло. Никогда не знаешь, как в жизнь повернется доченька. Но я вижу, что он любит тебя. Мама, давай не будем про него. Извини. Извини, можно я побуду одну? Да, да, конечно. Извини. Вы что делаете? Разве можно шоу повредить? Я поняла. Все, идите. Сейчас наложу вам новую повязку. А ты мне за это ответишь, Гаршина. Вы мне все за это ответите. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин